Роскосмос передаст контейнер с пробами с Союза МС-09 соответствующим органам. 13 декабря 2018 года ТАСС Роскосмос передаст контейнер с пробами с Союза МС-09 соответствующим органам. Источник изображения, знак авторского права. Наса Вайдак Тайпи. Глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин также не исключил версию того, что корабль могли просверлить на орбите Москва, 12 декабря. ТАСС. Контейнер с пробами и частью противометеоритной защиты, собранными по итогам вскрытия обшивки Союза МС-09 и обследование дыры в его корпусе, по возвращении на Землю 20 декабря будет передан для изучения соответствующим органам. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершают начавшийся во вторник вечером выход в открытый космос для обследования просверленного в Союзе МС-09 отверстия. Они взяли несколько проб с внешней стороны отверстия, сделали со скобы обнаруженного материала. Также они вырезали для возвращения на Землю небольшую секцию противометеоритной защиты корабля, которая находилась над дырой, и на которой, предположительно, должны остаться следы от сверла. 20 декабря корабль возвращается, после этого мы передаем контейнер соответствующим органам. Дальше все зависит от них, это уже не наша работа. Наша работа будет завершена, когда экипаж и корабль вернутся на Землю, сказал ТАСС Рогозин, отвечая на вопрос о сроках анализа полученных материалов. Когда появилось отверстие неясно Рогозин по итогам обследования дыры по-прежнему не исключил версию того, что корабль мог быть просверлен на орбите. Не факт, сказал он, отвечая на вопрос, значит ли обнаруженные космонавтами возле отверстия следы, что корабль был заклеен герметиком снаружи, а значит просверлен на Земле. Либо это внутренний герметик, которым космонавты заделали отверстие, когда шла утечка, либо это внешний герметик. Потом будет проведен химический анализ, когда корабль 20 декабря вернется на Землю, добавил Рогозин. По словам главы Роскосмоса, предварительно можно сказать только одно, что взяты необходимые пробы, которые дадут ответ на главный вопрос. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал ранее, что Госкорпора ЦЕИ рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в Союзе МС-09 его повреждения кем-то из членов экипажа МКС, также рассматривается версия о повреждении корабля на Земле. В обоих случаях не исключаются как преднамеренные, так и случайные действия. Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли высказывал версию, что дыра в обшивке Союза могла быть просверлена на Земле и закрыта пробкой из герметика с внешней стороны отсека. За почти два месяца, корабль прилетел 8 июня, течь на МКС появилась 30 августа, в условиях вакуума эта пробка из герметика высохла и была выдавлена разницей давления в пространство между внешней поверхностью отсека и экраном противометеоритной защиты. В новость были внесены изменения, 3 часа 20 минут МСК, добавлены высказывания главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина 12 декабря 2018 года, право на данный материал принадлежат ТАСС, материал размещен правообладателем в открытом доступе.